26 апреля 1986 года. Взрыв четвертого энергоблока на Чернобыльской атомной станции. Три минуты было достаточно, чтобы реактор был разрушен. Более 3600 населенных пунктов Беларуси оказались заражены радиацией. В числе ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии и сотрудники милиции. Более 11 тысяч со всей Беларуси. Из Брестской области 1157 сотрудников органов дел участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. К сожалению, в живых осталось всего лишь 450 человек. Задачи какие стояли? Охрана общественного порядка в целом. И мне вот в сентябре месяце довелось со своим отрядом еще выселять 21 населенный пункт. Службы МЧС и милиции, медики и ученые – все силы были брошены на спасение жизни и предотвращение мародерства и распространение таким образом радиации. Как это было, брестские милиционеры-ликвидаторы рассказали воспитанникам молодежно-патриотического центра. Пригласили наших ветеранов, особенно тех, кто на самом деле в первых отрядах участвовал в ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС. Дети должны знать, что такое Чернобыль, как защищаться и вообще традиции такие, что это тоже история. Сотрудники органов внутренних дел боролись с устранением последствий Чернобыльской катастрофы, с проблемами, связанными с эвакуацией населения на наших территориях. Поэтому я считаю, что они совершали геройские поступки. Встреча с такими знаковыми людьми, с ветеранами, чернобыльцами, я считаю, это очень важное событие для нашего центра. Окунуться в события тех страшных дней, посмотреть документальный фильм, познакомиться с живыми героями смогли учащиеся 9-11 классов. Первым на место прибыли пожарные, которым поступило сообщение о взрыве. Они герои, о которых надо помнить и знать о их поступках, они спасали мир. Я знаю про героев, которые пытались ценой своей жизни потушить пожар на Чернобыльской АЭС, спасая жизни других людей. И нужно помнить, чтобы равняться на этих людей, быть таким же мужественным героем и не забывать свои истории. Учащиеся, участники встречи также познакомились с профессией сотрудника милиции и узнали о возможностях обучения и трудоустройства в органы внутренних дел. Ирина Грицук, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».